Всем привет, интернет! Да, сегодня у нас опять будет день кабелей на канале. У нас уже был один такой день кабелей U-Green. И там, если помните, мы тестировали два кабеля 5-амперных от компании U-Green. Более того, один из них был 1 метр, другой был 2 метра, и мы выясняли, зависит ли качество кабеля от его длины. Сегодня мы будем делать то же самое, но с кабелями PSOS. Однако здесь у меня кабеля одной длины, просто один из них магнитный, а другой из них обычный. Ну и мы, собственно, увидим разницу. Кабелей одного производителя, магнитного и немагнитного. Я вангую, что магнитный кабель будет, во-первых, в принципе просто говнищем, потому что в последнее время я магнитных кабелей нормальных не видел. А во-вторых, он будет, конечно же, хуже немагнитного. Вангую я это с большей вероятностью, чем сама бабушка Ванга. И так, ну все это приходит, как видите, в фирменных таких красивых пакетиках PSOS-PSOS, причем с магнитным кабелем отдельно идет кабель, а отдельно его идет наконечник, тот, который вы закажете. Я, если мне не изменяет память, взял Type-C. Ну и, соответственно, оба кабеля тоже будут Type-C. Оба кабеля у нас 3-амперные. Но так, без зазрения совести, заявляют, что 3 А в легкую зарядного тока пропустят и тот, и другой кабель. Ну, выглядят они, конечно, немножко по-разному. Я все-таки надеялся, что это будет какая-то одна серия, но нет, кабеля это разные. Вот так выглядит не магнитный кабель, вот так выглядит магнитный. Все они идут в матерчатой оплетке. Это, в принципе, очень неплохо. Мне это нравится. Но все они с такими вот довольно... А, нет, этот сделан лучше. Вот здесь вот жесткий такой довольно наконечник, так резко он переходит в сам кабель, может вот здесь заломаться. А здесь все сделано более интересно. Во-первых, здесь стяжечка есть, вот такая вилка, это раз. Во-вторых, вот смотрите, такой тоже жестковатый, но с плавным переходом наконечник. Все так красивенько. Опа, а этот микро-USB, к слову, так и сказать. Ну-ка, проверимся. А, да, все верно. Я думал, это китаец мне не то выслал. Все верно. Я один заказал Type-C, один заказал микро-USB. И тот, и другой кабель, вот так интересно, смотрите, сделано на Type-C чик. Можно любой стороной вставить два ряда контактов. И тот, и другой кабель поддерживают, понятное дело, потому что они полноконтактные передачу данных. И тот, и другой кабель поддержат быструю зарядку. Ну, и тот, и другой кабель, как я уже сказал, заявленный как 3-амперный. Поэтому сразу же вот это вот все дело и проверим. Проверять будем, как обычно, на моей Uber-зарядке, которая с легкостью держит даже зарядный ток. Не то, чтобы в 3, а даже в 5 ампер. Итак, ну я поставлю 3, сколько нам тут заявляли? 3,08 ампера. 4,96 выдает 97, моя зарядка. В общем-то, фактически 5 вольт. И давайте сразу же вот так вот сначала попробуем USB Type-C воткнуть магнитный. Вот эти самые заявленные 3 ампера и 4, мать его, всего лишь вольта передает кабель. Это просто дичайшие потери. 4,1 вольта. Ну вот на этом вообще 3,9. Ну понятно, этот тестер у нас тут второй в паровозике. Только вот так могу сказать. Давайте посмотрим. 4,7 минимального необходимого напряжения для нормальной зарядки смартфона покажет кабель на какой нагрузке. Ну, все ожидаемо, друзья. Около 1 ампера. 1,3 ампера. Sorry, вот так покажу. 1,3 ампера. 4,6 выдает кабелек. 1,2. 1,1. 4,7. Все, в общем-то, как у других магнитных кабелей. 1 ампер, 4,7. Минимально необходимого напряжения для зарядки смартфона выдал кабель. Ну, окей. Давайте теперь смотреть. Здесь 3 ампера не получилось, не взлетело. Едет обратно к продавцу. Несмотря на всю красоту, мощно втыкается. Двусторонние зарядки любой. Хороший магнитик, мощный. Но, несмотря на это, все уезжает обратно. Окей. Здесь опять ставим 3 ампера. 3 ампера пошло и тоже 4,4. Ну, побольше, чем с магнитным кабелем. Но, опять же, увы и ах. До заявленных 3 амперов тут еще как пешком до Шанхая. По сравнению с югришными кабелями это просто так. Так, ну и опять же посмотрим. 4,7 необходимых сейчас получим на 2 амперах. Ну, это уже не 1 ампер, хоть что-то 2 ампера. Ну, в принципе, вот этот кабель еще хоть как-то можно признать годным для зарядки. Но, все равно, кабеля так себе. Однако, кое-что в их защиту я, друзья, скажу. Их можно очень даже успешно и очень даже замечательно использовать на быстрой зарядке. Потому что на быстрой зарядке вот эти самые потери становятся очень и очень незначительными. Вот, смотрите, не магнитный кабель. Режим 9 вольт, 2 ампера. Вот, 2 ампера заявленный 8,7 вольта пропускает через себя кабель. То есть, как видите, по сравнению с голой зарядкой, голая зарядка легко выдает 9 вольт. Потери всего 0,3 вольта. И на быстрой зарядке-то вообще никаким образом не скажется. Он будет заряжать смартфон там или любой другой гаджет. Не просто хорошо, а даже, я скажу, отлично. Или, например, вот 12 вольт, на котором зарядка выдает 1,5 ампера. Сейчас посмотрите. Вот, пожалуйста, 1,7 ампера и 11,9 вольт пропускает кабель. То есть, для режима 12 вольт вообще просто сказка. Ну и то же самое. Окей, то же самое. Давайте посмотрим, что у нас будет все-таки на магнитном кабеле. Можно ли что-нибудь будет из него извлечь? Ну да, в принципе, вот для быстрой зарядки это поделие из говна и веток вполне себе годное. 1,5 ампера сейчас стоит на нагрузке. 11,7 вольт на 12 вольтовом режиме пропускает через себя кабель. Как видите, потери минимальные. И кабель можно замечательно использовать для зарядки гаджетов. Но в режиме быстрой зарядки, потому что в режиме простой зарядки потери просто катастрофические. До 3 ампер, никаких 3 ампер, конечно, тут нету. И заряжать вы будете свои гаджеты с ним до китайской пасхи. Ну что, на этом у нас день кабелей закончен. Вполне себе гуд и неплохо для быстрой зарядки. Для простой не подходит ни тот, по моему мнению, ни другой. Такое вот мнение сложилось у меня об этих кабелях. Что вы о них думаете, пишите об этом в комментариях. На этом у меня все. Всем удачи, удачных покупок. Оставайтесь на канале. Всем пока. До новых встреч. Уже сильно позже записи этого обзора, когда я его монтировал, я подумал, вообще с какого перепуга я буду возвращать эти кабеля. Да, пусть это бесплатно удобный возврат, но тем не менее, ножки-то у меня не казенные, бегать по почтам. Поэтому я пошел на Алиэкспресс, открыл спор, закинул результаты и тестирование из этого нашего обзора и получил возврат за оба кабеля. Халява, плиз. Вот на этом у меня теперь точно все. Кому нужны бесплатные кабеля, вы знаете, что делать. Ссылка на них в описании. Результаты тестирования в обзоре. Всем удачи, удачных покупок. Всем пока. До новых встреч.